Здравствуйте, уважаемые студенты! Я преподаватель электротехники Колбунова Марина Викторовна. Электротехника – это один из общетехнических предметов, который составляет фундамент знаний общетехнических. Сегодня мы с вами будем изучать одну из важнейших тем, предмет электротехника – трехфазные цепи переменного тока. Внимание на экран! Итак, тема нашего занятия – трехфазные цепи переменного тока. Перед этим мы изучали однофазные цепи, а теперь давайте познакомимся с трехфазными цепями переменного тока. Название первого параграфа – трехфазная система и ее получение. Давайте выясним, какая из систем используется шире. Однофазная или трехфазная? Вот в квартире у нас – однофазная система, в учебном пластике – однофазная система. А где же используется трехфазная? Ну, давайте проанализируем. Сначала нужно электроэнергию произвести. Производится электроэнергия на электростанции. В виде какой системы? Оказывается, в виде трехфазной системы. Теперь дальше. Произвели электроэнергию, будем передавать ее по линии электропередачи, электропередачи, воздушная линия электропередачи, провода, опоры, изоляторы. Дальше кабельная линия подводится к зданию любого назначения. Какой ток там течет? Трехфазный дом. Итак, трехфазный кабель подведен к зданию любого назначения. В доме есть лифт. На каком токе работает лифтовая установка? В жилом доме или в любом другом? На трехфазный дом. В квартире у нас однофазный дом. Но если мы выйдем на лестничную площадку, то там будет тоже трехфазный дом. Значит, какой мы делаем вывод с вами? Какая система используется шире? Естественно, трехфазная система используется гораздо шире, чем однофазная. С чем же это связано? Ну, давайте сначала дадим определение трехфазной системы. Что это такое? Это три цепи переменного тока одной частоты, ЭДС которых двинуты по фазе относительно друг друга. То есть три цепи соединяем вместе. У них одинаковая частота, и они должны отличаться друг от друга. Как говорят, мы двинуты по фазе. Кто же изобрел трехфазную систему? Тут нам есть чем гордиться. Это сделал русский ученый, инженер Михаил Осипович Далево-Добровольский. Конец 19 века, 1890 год. В Германии он продемонстрировал действия трехфазного генератора, трехфазной системы передачи электроэнергии, трехфазного трансформатора и трехфазного двигателя. Ну а теперь давайте проанализируем, почему трехфазная система используется шире. Какие преимущества мы получаем, когда три цепи объединяем вместе? Просмотрим на простейшем примере. Возьмем цепь постоянного тока, например. Вот мы видим генератор у нас. И по проводам течет ток И1 и снабжает электроэнергию потребителя и ради. Значит, представим себе генератор удаленный от потребителя. Длина проводов десятки, а может быть и сотни километров. На каждый провод нужен материал, металл. Каждый провод греется, и это все потеря энергии. Теперь вторая цепь. Там у нас тоже течет ток, ну допустим И2. Есть свой потребитель. Опять же здесь тоже нужно свои провода. Итого две цепи. Сколько проводов нам нужно? Четыре. Четыре провода. Каждый греется, и на каждый нужен материал. Попробуем сэкономить. Объединим цепи между собой. Что мы видим? Считаем, сколько теперь нам проводов нужно. Нам нужно раз, два, три провода. Причем по центральному проводу, среднему, течет разный сток. Значит, если И1 равно И2, то их разный будет равна, естественно, нулю. И провод поэтому называется нулевой. Вот в трехфазных цепях тоже есть нулевой провод. Что мы видим? Налицо. Энергия, получаемая потребитель, не изменилась. Они получают свою энергию. А количество проводов уменьшилось. Их стало три. Причем в одном проводе ток может быть очень маленький. Значит, расход металла уменьшился, потери энергии на нагрев проводов тоже уменьшились. Система стала более экономичной. Так вот, возвращаемся к определению трехфазной системы. Это три цепи объединены вместе. Три цепи одной частоты, ЭДС которой сдвинуты по фазе относительно друг друга. Параграф наш называется еще получение трехфазной системы. Давайте познакомимся теперь с вами с получением трехфазной системы. И как у нас количество проводов уменьшается с шести до трех-четырех. Как мы получаем преимущество с вами за счет уменьшения расхода металла и потери энергии на нагрев проводов. То есть мощность энергии в единицу времени. Итак, знакомимся с трехфазным генератором. У нас должно быть три обмотки. Обмотки обозначаются двумя латинскими буквами. А, Х. Первая фазная обмотка. У него два вывода в обмотке, и поэтому две буквы. А, Х. Вторая фазная обмотка. П, И, Г. Третья фазная обмотка. Буквами А, В, С обозначены А, В, С обозначены начало фаз. Это начальная буквы латинского алфавита. А, В, С. А три последние буквы латинского алфавита. Х, Y, С. Используются для обозначения концов фазных обмоток. Ну и теперь вид самого трехфазного генератора. Переменный ток всегда получается при вращении обмотки в магнитное поле. Вот мы с вами и тут видим северный и южный поле. Есть магнитное поле и три обмотки. Они находятся на одном цилиндре. Вращаются все с одинаковой скоростью. Поэтому возникает ЭДС, одинаковая частота. Ток и напряжение тоже одинаковая частота. Но они сдвинуты в пространстве, и поэтому ЭДС будет сдвинута по фазе относительно длинных. Вот мы видим А, Х, В, У на 120 градусов сдвинуты, и С, С. Симметрично 360 градусов поделили на три равные части. Когда будут эти обмотки вращаться с угловой скоростью омега, в ней будет возникать переменная ЭДС. При вращении обмоток возникает переменная ЭДС. Давайте запишем уравнение переменной ЭДС. Мы с вами уже проходили однофазные цепи и знаем, что будет возникать ЭДС, который изменяется по закону синуса. Амплитуда ЕМ и синус амиры 3. Ну и, наконец, фаза В. ЭДС в фазе В равна тоже та же самая амплитуда, потому что число витков в обмотках одинаково, но она сдвинута по фазе на 120 градусов, или в радианах 2П на 3. Отстают, потому что при вращении противочасовой стрелки обмотка В как бы идет за обмоткой А. Ну и, наконец, ЭДС в фазе С. ЕМ синус еще минус 120 градусов. Получается минус 4П на 3. Или плюс 2П на 3. Это следует и свойств синуса. К аргументу синуса можно прибавить число, кратное 2П. Значит, если минус 2П на 3 прибавить плюс 2П, то получим плюс 2П на 3. Решение задач на трехфазные системы связано, как правило, с построением векторных диаграмм. Поэтому научимся строить векторные диаграммы. Правила построения векторов мы знаем с вами из однофазных цепей переменного тока. Давайте вспомним. Итак, ЭДС в фазе А равна ЕМ, это амплитуда называется, синус омега Т. Вектор строят под углом, равным начальной фазе, при Т равном нулю, что от фазы остается? От омега Т. Ну, значит, под нулевым углом коси Х. А длина вектора должна быть равна амплитуде или действующему значению, что измерит вольтметр. Это будет амплитуда поделить на кольницу. Строим действующих значений. Итак, ЭДС в фазе А под нулевым углом коси Х назначается большой буквы ЕА. Теперь вспоминаем, какое уравнение у нас было в фазе В ЭДС. Амплитуда та же. Значит, длина вектора та же. А угол при Т равном нулю обращается, что остается от скобочки при Т равном нулю, минус 2 пенаты. Вспоминаем математику. Отрицательный угол откладывать вниз по часовой стрельке. Значит, под 120 градусов откладываем ЭДС в фазе В. Ну и, наконец, ЭДС в фазе С. Минус 240 градусов или плюс 120. Если мы будем с вами отсчитывать, если мы будем отсчитывать минус 240, это значит 180 и еще 60. Если будем отсчитывать 120, 90 и 30. То есть выходим все время на одну и ту же точку ЭДС в фазе С. Соответственно, второчек встает подписанную ЭДС в фазе С. Итак, мы построили векторную диаграмму. Посмотрим на нее еще разок. Три вектора равной длины. И под 120 градусов друг к другу. Но если посмотреть на векторную диаграмму, она симметрична относительно оси Х, горизонтальной оси. Для человека более привычно вертикального симметрия. Поэтому для удобства просто повернем векторную диаграмму и остановимся вот на таком варианте, когда ЭДС в фазе построила вертикальную вверху. Теперь давайте нарисуем электрическую схему генератора и соединим с потребителем. Вот эта электрическая схема. Каждая обмотка обозначается тремя витками. А – начало фазной обмотки, Х – конец. Первую фазную обмотку соединяем со своим потребителем. Тянем два проводка. Провода могут быть большой длины на десятки и сотни километров. Подсоединяем нагрузку, обозначаем ее сопротивление буквой Z. Напоминаю, в цепях переменного тока. Более общий случай обозначения Z – полное сопротивление. Когда кроме активного есть индуктивное сопротивление в фазной. Теперь пометим направление тока. Цепь у нас трехфазная, цепь переменного тока. То есть ток вообще меняет свое направление. Но есть направление, которое принято за положительное. Это от начала фазной обмотки, а потребителю, вот мы видим, ток течет, к концу фазной обмотки и замыкаем цепь протекального тока. Вторую фазную обмотку, B и Y, тоже соединяем также двумя проводками со своим потребителем. Помечаем направление тока. От начала фазной обмотки, от B, к потребителю, к концу фазной обмотки, замыкаем цепь протекального тока. И третья фазная обмотка. От начала C ток течет к потребителю, возвращается к концу фазной обмотки генератора, замыкаем цепь протекального тока. Ну а теперь давайте сочетаем, сколько проводов нам понадобилось, чтобы передать энергию трем потребителям. У нас три цепи, и в каждой у нас два провода. Значит, получается, что у нас сколько проводов? Шесть. Шесть штук. А мы говорили, что система экономичная. В чем дело? Дело в том, что системы-то и нет. Или говорят, несвязанная система. Потому что мы с вами не соединили между собой вот эти три цепи. Поэтому нет системы. Чтобы появилась система, нужно цепи соединять. Существует два способа. Давайте посмотрим, какие несколько проводов легко и просто заменить на один. Если посмотреть внимательно на эту схему, мы видим три провода, по которым течет ток одного направления. Давайте заменим их на один. Но для этого придется x, y и z соединить в одну точку. У генератора то же самое у потребителя. И тогда мы получим так называемое соединение звезда. Итак, значит, свяжем цепи между собой. Существует два способа. Называются они звезда и треугольник. И тогда число проводов у нас уменьшится с вами с шести до трех четырех. Итак, познакомимся сначала с соединением обмута генератора потребителя в звезду. Значит, какое соединение называется соединение звезда? Это соединение, когда концы фаз x, y, z соединены в одну точку, называемой нулевой точкой или нейтралью генератора. Ну, давайте посмотрим. Вот у нас обмотки генератора соединены в звезду. Вот мы с вами видим это соединение. Три обмотки соединены в одну точку. И тянем провода. Тянем от генератора провода к потребителю. То есть тянем линию электропередач. Поэтому три провода будут называться линейные. Итак, тянем линию электропередач. И видим, что у нас будет три линейных провода. И один провод к нулевой точке будет называться ну-ли-ну. И здесь наблюдается не одно напряжение, а два разных вида напряжения. Вот если в квартире у нас просто 220 вольт, и другого напряжения нет, то в трехфазных системах можно взять два разных напряжения. Например, у нас в кабинете электротехники. Значит, давайте познакомимся с этим напряжением. Что такое фазное напряжение? Фазное – это и есть напряжение на фазе. То есть между началом и концом фазы. Вот мы видим начало фазы, вот конец фазы. Значит, это напряжение на фазе А. Дальше напряжение на фазе В между началом В и концом У. Напряжение на фазе С между С и С. Значит, между началом и концом фазы. А поскольку к началу подсоединен линейный провода, а к концу нулевой, между линейным и нулевым провода. Обозначаем в общем случае У с индексом F, то есть первая буква слова фаз на Е. Конкретно у нас три фазных напряжения – УА, УВ и С. Давайте посмотрим еще разочек. УА между А и Х, УВ между В и У, и УС между С и С. Линейное напряжение. Совершенно логично, что раз оно называется линейное, значит, это напряжение действует между линейными проводами. Между проводом первым линейным и вторым. Это будет напряжение УАВ. А в общем случае обозначается УЛ. Первая буква Л – линейное напряжение. Конкретно УАВ, УВС, УС. Давайте посмотрим внимательно. УАВ, УВС и УСА. Обращаем внимание, что именно ОМСА обозначается напряжением, а не АС. Это позволяет выводы для одной фазы распространять на другие, просто в круговую переставляя индексы. А на В, В на С, С на А. Итак, еще разок закрепляем. В трехфазных цепях существует два вида напряжения. Фазная и линейная, фазная на фазе, то есть между началом и концом фазы, или между линейным и нулевым проводами. Обозначается УФ. Линейная между линейными проводами, или между началами фазы. Обозначается УЛ, конкретно УАВ, УВС, УСА. Так, фазное напряжение оказывается практически равно ЭДС-фаз. И поэтому ту векторную диаграмму, которую мы строили для ЭДС, мы построим теперь с вами для напряжения. Будем обозначать только напряжение. УАВ, УВ, УСАВ. Ну, а теперь давайте установим, есть ли взаимосвязь между линейным и фазным напряжением. Для этого построим векторы линейных напряжений. УАВ, вот этот векторок, вот это вектор линейного напряжения. УВС. И УСА, вот этот вектор. Для того, чтобы установить взаимосвязь между напряжениями, давайте рассмотрим вот этот треугольник, треугольник равнобедренный, потому что УА и УВ равны, и опустим из вершины этого равнобедренного треугольника высоту на основание. Мы знаем, что равнобедренное треугольнике она одновременно является бисектрисой и медианкой. Бисектрисой – это значит, вот этот уголок, который между векторами у нас, УА и УВ, делится пополам по 60 градусов. Вот это основание УАВ, поскольку это одновременно является медианой, тоже делится пополам. И треугольник – это прямоугольник, потому что это одновременно еще и высота. Так вот, давайте теперь вот этот треугольничек, прямоугольник, рассмотрим внимательно. Значит, УА – это гипотенуза треугольника, УАВ – это половина линейного напряжения. Что мы можем с вами написать? Вспоминаем геометрию, пишем. Одна вторая УАВ – это будет УА, гипотенуза, умножить на тригонетрическую функцию противолежащего угла. Как это называется? Это называется синус 60 градусов. Синус 60 – корень из трех пополам. Значит, получаем, что одна вторая у линейного равна корень из трех пополам упасно. Обобщаем, да. Если мы умножим обе части уравнения на 2, то что мы с вами получим? Что У линейное равно корень из трех у фазных. Это соблюдается во всех трехфазных системах. И если у фазных будет 220, что обычно бывает в трехфазных системах, то у линейной корень из трех умножить на 220 будет 308. Можете даже не вычисляться, а сразу писать. Если у линейной – 380, то у фазных – 220. Если у фазных – 220, то у линейной – 380. Если у фазных – 127, как у нас в лаборатории электротехники, то у линейной будет 220 В. Ну а на щитке, в коридорах нашего колледжа, мы можем увидеть 380 на 220 В. И мы теперь понимаем, что записано два напряжения. Одно из них линейное, а другое – фазное. Ну давайте проверим, как вы поняли определение линейного фазного напряжения. Посмотрим на клеммы на столе лабораторном в кабинете электротехники. Значит, у нас в лаборатории электротехники с вами 220 на 127 В. Мы хотим подсоединить клемму на меньшее напряжение, чтобы уменьшить вероятность поражения тока, на 127 В. Значит, как у нас клемма обозначена в кабинете? 0, 1, 2, 3. Не N, а В, а вот таким образом. Ну понятно, 0 – это нулевой провод, выход 1, 2, 3 – это линейный провод. Итак, как же нам взять 220 В? Вспоминаем. То есть 127 В. 127 В – это меньшее напряжение. Меньшее – значит фазное. Какое напряжение называется фазным? Между нулевым проводом и любым другим. Правильно? Значит, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Так? Итак, 127, что возьмем? Присоединяемся к букле. Вот такие варианты есть. 0, 1, 0, 2, 0, 3. А как взять 220 В? 220 В – это линейное напряжение. Значит, нужно подсоединяться к линейным проводам. 1, 2, 2, 3 или 1, 3. Ну, а теперь к генератору подсоединим потребители. И у нас полностью начерчена электрическая схема генератора, соединенного с потребителем. Мы видим, что цепи теперь у нас замкнуты и появились токи у нас. Сколько видов ток в трехфазной системе? 3. Линейный, фазный и ток нулевого провод. Дадим определение. Линейный ток, протекающий по линейному проводу. Очень логично. Как обозначение? И с индексом R конкретно и А, и В, и Ц. Фазный – это ток, который протекает по фазной нагрузке, по потребителю, и обозначается и с индексом R. Давайте вернемся к схемке. Итак, линейный ток протекает по линейному проводу. Давайте пометим, где эти линейные токи текут. Итак, провод, который отходит у нас от точки А, вот он тянется, по нему течет ток, естественно, какой будет обозначать? И с индексом А. Дальше. От провода В отходит, от точки В отходит провод, обозначается ток и с индексом В, линейный ток. И, наконец, от точки С тоже отходит линейный провод, этот ток будет обозначаться и с индексом С. Теперь познакомимся с фазными токами. Фазные протекают по нагрузке фаз. Вот по ЗА, по ЗБ и по ЗЦ. Мы конкретно пока не пометили, как они обозначаются, каким локовками. Почему? Посмотрим внимательно. Вот течет линейный ток ИА. Дальше мы видим клемму. Но разветвления здесь нет. Значит, часть тока не может ни убавиться, ни прибавиться. Значит, весь ток ИА просто переходит в потребитель. То есть эти токи будут иметь те же самые индексы и А, и В, и Ц, потому что это те же самые токи. Вот и Ц. Ну и, наконец, ток в нулевом проводе. Так, токи – это те же самые. Значит, еще раз это запомнировать. И, наконец, проток в нулевом проводе. Он обозначается и с индексом Н. Почему его помечают в направлении от потребителя к генератору? Потому что, вспоминайте схему, не связанную с системой. Мы три провода заменили на один. И везде, из трех провода, стрелочка была направлена как раз к генератору. Поэтому мы точно так же помечаем в направлении тока. Ну, а теперь давайте вспомним первый закон Киргофа. О чем он говорит? Вот это узел. Сумма токов, втекающих в узел, равна сумме токов, втекающих. Давайте это сейчас с вами и отметим. Еще раз пометим ток в нулевом проводе, стрелочкой. Пометим. Так. Итак, по первому закону Киргофа. Н и Н будет равно сумма фазных токов и А, и В, и С. Но на самом деле пока уравнение у нас еще несправедливо. Почему? Если мы сложим численные значения просто фазных токов, то мы никогда не получим ток на любом проводе. Вспоминайте предыдущую тему. Однофазные цепи переменного тока. Мы писали контрольную работу с вами и говорили о том, что в цепях переменного тока все складывать нужно только векторно. Поэтому нужно поставить знак вектора над каждым из этих токов. И складывать нужно не численные значения, а вектор. То есть геометрически складывать токи. Итак, это запомним с вами, что складываются токи только с помощью векторной диаграммы. И на нахождении тока на любом проводе у нас будет с вами домашнее задание. Теперь давайте рассмотрим пример номер один. Пусть задано линейное напряжение 380 вольт. И в каждой фазе находится по резистору. В фазе А, В и С. И все они равны между собой. То есть вот такая схемка. Три резистора в одинаковой величине находятся в фазе. Наша задача – найти ток в нулевом проводе. Так, ну посмотрим с вами внимательно на эту схему. Нам задано линейное напряжение. Вот оно, между линейным проводами. Посмотрим внимательно, можно ли решить задачу через линейное напряжение. Вы посмотрите. Это напряжение сидит на РА и на РС. Можем мы сказать, что они сидят последовательно? Нет. Между ними есть разветвление. Можно сказать, что они сидят параллельно. Тоже нет. Значит, мы не сможем решить задачу. Это непосредственно и параллельно. Поэтому обязательно от линейного напряжения нужно перейти к фазному. Потому что на фазное напряжение на грузкое СНО. Вот это фазное напряжение сидит на РА. Если бы мы пометили другое фазное напряжение, оно бы сидело на РБ и так далее. Итак, первым действием, что мы должны обязательно с вами искать? Фазное напряжение. Это будет У линейное делить на корень из трех. Получаем 220 вольт. И все фазные напряжения всегда равны между самыми. Дальше. Ищем по закону ОМА фазный ток УА делить на РА 10 А. В фазе В ищем ток и в фазе С. Ну, понятно, поскольку напряжения равны, сопротивления равны, что все три тока по 10 А. Чему же равен ток? На любом примере ни в коем случае нельзя сложить 10, 10 и 10. А что нужно делать? Строить векторный диапазон. Строим. Итак, строим УА, УБ, УЦ. А теперь для токов обязательно нужно выбрать масштаб 5 Ас. Каждый ток у нас 10 А. 10 поделить на масштаб 5 Ас. Получаем, что длина каждого вектора 2 см. Теперь как провести эти токи? Для этого нужно вспомнить то, что мы изучали в однофазных цепях. У нас в каждой фазе находится резистор, активное сопротивление. На активном сопротивлении ток и напряжение совпадают по фазе. То есть Фи А, двиг между током напряжения в фазе А, в фазе В и в фазе С равен Ру. Другими словами, ток каждый пойдет по направлению своего напряжения. Так рисуем ток в фазе А. Он идет по напряжению УА, позначаем его и А. Ток в фазе В, позначаем его и ток в фазе С, позначаем его. А теперь ищем ток в нулевом проводе. Что нужно сделать? Вектор насложить три тока. Вспоминаем правила сложения вектора. Нужно переносить векторы так, чтобы конец одного вектора совпадал с началом другого. Итак, перенесем вектор фазы В так, чтобы его начало совпало с концом вектора В. Вот перенесенный вектор. А теперь возьмем третий вектор, перенесем его так, чтобы его начало совпало с концом второго вектора. И мы видим, что начало первого и конец последнего перенесенного совпали. Значит, другими словами, ток в нулевом проводе здесь равен нулю. То есть провод оправдывает свое название. Нулевой проводе ток равен нулю. Теперь заметим с вами, что если бы R в фазах были неравны, то, конечно, и токи бы фазные были неравны. И чему же будет тогда равен ток нулевом проводе? Давайте поуведим это на примере номер 2. Итак, R, A, R, B оставим 22 Ом, а R, C – 44 Ом. Тогда, естественно, токи и А, и В останутся 10 А, а ток в фазе С – меньшеся в 2 раза, поскольку сопротивление выросло в 2 раза. Так, ну, строим векторный диапазон. Повторяем все те же этапы построения. Начинаем с напряжения. Дальше анализируем. Длина двух векторов тока будет 2 см, а длина третьего всего 1 см, он 5 А. Строим и А, и В, и С. Ну, а теперь векторный складываем для нахождения тока в нулевом проводе. Итак, переносим, как мы уже с вами говорили, ток в фазе В. Вот мы переносим его и ставим. Теперь переносим ток в фазе С, ставим. И вот получили результат сложения. Ток из начала первого вектора в конец последнего перенесенного. Это и есть ток в нулевом проводе. Замеряем линейкой. 1 см. 1 на 5 А в сантиметре. Ток в нулевом проводе равен 5 А. Ну, а главный вывод для нас в том, что в данном случае ток в нулевом проводе уже не равен нулю. Провод называется нулевой, а ток по нему течет. Итак, для того, чтобы ток был равен нулю, мы видим, сопротивления обязательно должны быть равны по модулю. Но является ли это достаточным условием? Оказывается, нет. Для того, чтобы тока в нулевом проводе не было. Выведем это на примере номер 3. Итак, пусть линейное напряжение по-прежнему 380, а вот нагрузка в фазах будет разная. РА останется активным в сопротивлении фазе А. В фазе В – конденсатор. В фазе С – катушка. Смотрим на эту схему. Вот мы видим. У нас в фазе А – резистор. В фазе А – резистор. В фазе В – конденсатор. ХС. Им косное сопротивление обозначает. Ну и второй индекс в фазе В. И катушка ХЛ в фазе С. Ищем ток в нулевом проводе. Но опять проводим вычисления. Прежде всего ищем фазное напряжение. Дальше ищем ток в фазе А, ток в фазе В. Теперь надо разделить на то, что находится в фазе В. ХС, В – значит 9. Но получаем по-прежнему 10 А. Итог в фазе С. Здесь у нас катушка. Делим сопротивление катушкой. Но получаем по-прежнему 10 А. Ну а теперь, чтобы найти ток в нулевом проводе, строим векторную диабраду. Повторяем все этапы. А теперь рассуждаем. В фазе А – резистор. Активное сопротивление. Стрикфаз равен нулевому. Значит, ток пойдет прямо по своему напряжению. Вот он. И А. А вот в фазе В у нас конденсатор. Нам из однофазных цепей, из нашей сводной таблицы, известно, что там, где находится емкость, конденсатор. Стрикфаз равен минус 90. Это говорит о том, что ток опережает напряжение. Значит, если мы будем вращать против часовой, ток должен пойти впереди напряжения. Поэтому мы строим его под 90 градусов напряжение. В фазе С у нас катушка индуктивности. Катушка индуктивности имеет две фазы 90 градусов. Это говорит о том, что напряжение опережает ток. Значит, если когда мы будем вращать против часовой, напряжение должно быть первым, а ток должен отставать, занянуть его под 90 градусов. Исходная векторная диаграмма построена. Теперь нужно искать ток на любом проводе. Складываем токи путем параллельного переноса. Итак, мы только что с вами взяли и перенесли ток ИВ в фазе В параллельно самому себе, так, чтобы его начало совпало с концом ИА. Так? Теперь переносим ток в фазе С, так, чтобы его начало совпало с ИС. Результат сложения – вектор из начала первого вектора ИА в конец последнего перенесен. Вот этот вектор. Это и есть ток в нулевом проводе. Значит, какой мы делаем вывод? Прежде всего, нам бросается в глаза, что, конечно, ток в нулевом проводе совсем не равен. Но больше всех ток в данном случае, в конкретном, больше всех важен ток. Мы меряем линейкой, находим 5,4 см, множим на масштаб 5 Амперсантиметра, находим 27 Ампер. Но главный вывод, что ток в нулевом проводе не равен нулевому. Хотя сопротивления равны. Токи равны по внутреннюю. Так вот, теперь с вами давайте определимся, как называется нагрузка, когда ток в нулевом проводе равен нулевому. Оказывается, такая нагрузка называется равномерной. Или вы можете встретить название симметричной. Каковы же признаки равномерности нагрузки? Если мы сравним с вами две первые задачи, то первое, что мы видим, сопротивления обязательно должны быть по модуле равны. В общем случае не АЗ. Если мы сравним вторую и третью задачи, первую, вернее, и третью, то мы увидим, что здесь должны быть обязательно одинаковые стрики фаз. Вот если это соблюдено, то нагрузка будет равномерной, ток в нулевом проводе равен нулевом, и провод по существу не работает. Его можно оборвать, ничего не изменит. Такие случаи бывают при включении, например, трехфазного синхронного двигателя. Мы можем включить его в соединение звезды, а нулевой провод не протягивает, потому что там равномерная нагрузка. Но, однако, в большинстве этих случаев нагрузка фаз неравномерна. Вот мы с вами говорили, что трехфазный кабель подходит к зданию любого назначения. Будет ли у нас равномерная нагрузка фаз при электроснабжении, например, живого дома? Давайте посмотрим примитивную, упрощенную схему электроснабжения живого дома. Итак, вдоль лестницы проходит вертикальная питающая сеть. Это четыре провода. Провод А, провод В, провод С, три линейных провода и один нулевой Н. Эти провода находятся на лестничной площадке у нас еще. И напряжение у нас 380 на 220 В. Но в квартиру-то нам нужно, мы знаем, сколько. 220. 220 – это какое напряжение? Вспоминай, 220 – это меньшее, значит, фазное. А фазное – между линейным проводом и нулевым. Значит, в квартиру 1 возьмем питание с провода А и с провода нулевого. Тут будет фазное напряжение 220 В. В квартиру номер 2 возьмем питание от провода В и от нулевого. Здесь тоже будет фазное напряжение 220 В. А в квартиру 3 возьмем питание с провода С и с провода Н. И здесь тоже будет 220 В. Обращаем внимание, нагрузка в фазах разная. У нас специально тут нарисовано, что у нас в одной квартире много потребителей включено, в другой совсем мало, в третьей так средней включено. То есть нагрузка разная, а напряжение одинаковое. Это важный момент. Значит, оказывается, вот это равенство напряжения обеспечивает именно нулевой Д. И пока он цел, мы можем быть спокойны за напряжением нашей квартиры. Он поддерживает равное фазное напряжение, несмотря на неравномерное воздействие. А вот обрыв нулевого провода может иметь тяжелые последствия. Просто может привести к выходу из строя оборудования, потому что происходит резкий скачок напряжения. Вот давайте рассмотрим ту же упрощенную схему электроснабжения в случае обрыва нулевого провода. Вот нулевой провод сгорел, оборвался, плохо его закрепили. Что происходит при этом? Значит, оказывается, там, где много включено потребителей, у нас больше всего потребители включены в квартире 1. Включены они параллельно. Мы с вами учили, что при параллельном соединении, чем потребитель меньше, тем сопротивление меньше. И напряжение здесь оказывается падает в соответствии с сопротивлением. Ну, в фазе С, куда подсоединена третья квартира, у нас нагрузки тоже достаточно много, и там напряжение падает. А вот в фазе В, где у нас вторая квартира с вами, там у нас один силопотребитель. Это значит сопротивление большое, и напряжение будет тоже большим. К чему это приведет? Потому что лампочка наша, в данном случае, ярко вспыхнет и тут же навсегда погаснет. Напряжения изменились. Это чревато очень большими последствиями, перегорает в квартирах холодильники, телевизоры, компьютеры и так далее. Поэтому нужно следить за целостностью нулевого пробота. Как? Ну, чтобы уменьшить вероятность повреждения нулевого пробота, значит, нужно что сделать? Это еще разок мы отмечаем. Нужно ни в коем случае не вставлять ни измерительные приборы, ни клавки предохранителей. Это как бы убережет нулевый пробот от случайного обрыва. Таким образом, мы с вами познакомились сегодня вообще с трехфазной системой и с конкретным видом соединений. Это соединение звезда. На следующем занятии мы познакомимся с другим соединением, соединением треугольника. А пока задание на то. Выучите, пожалуйста, определение трехфазной системы, что такое соединение звезда, что такое фазное линейное напряжение, фазные линейные токи, каковы соотношения между ними. Нужно уметь строить векторную диаграмму, находить ток на любом проводе. А чтобы вы научились это сделать, пожалуйста, запишите себе в соответствии с номером по списку вариант индивидуального домашнего задания. Вы видите, вам задано здесь линейное напряжение. Не забудьте перейти к фазному. Нагрузка в каждой фазе застана. Высчитайте фазные токи, векторные их сложите и найдете ток на любом проводе. Желаю удачи! Уважаемые студенты, вы прослушали только что лекцию о трехфазных системах переменного тока в соединении звездах. Я надеюсь, что вам было интересно слушать эту лекцию, что вы узнали много нового и то, с чем мы сталкиваемся в реальной жизни. Это вам поможет лучше понять устройство, окружающее системой электроснабжения. Нам предстоит с вами еще познакомиться с другим соединением, соединение треугольник. До новых встреч!